В эфире программа вкратце из Брюсселя. Самым влиятельным лицом в этом городе и всем Евросоюзе становится Урсула фон дер Ляйен. У нового председателя Еврокомиссии муж, семеро детей. Она родилась в Брюсселе и, наверное, присматривала здесь просторный семейный дом. Посмотрим пока, где живут и работают другие высокопоставленные деятели мира. Канцелярия британского премьера в доме 10 на Даунинг-стрит, Белый дом в Вашингтоне, Московский Кремль, где российский лидер, правда, не живет, и Лисейский дворец Парижа, где обитает президент Франции. Президент Еврокомиссии, как называют в Брюсселе эту должность, тоже мог бы потребовать для себя роскошную резиденцию. Но здание Берлимон, возможно, не столь знаменито и комфортабельно, хотя в нем есть гостиницы, рестораны и даже скандинавская сауна. Урсула фон дер Ляйен попросила дать ей квартиру там, через коридор от своего же кабинета. «Не думаю, что Берлимон когда-либо предназначался для проживания председателя», сказал Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам. «Еврокомиссия растет естественным образом, когда это нужно». Поселившись рядом с рабочим местом, фон дер Ляйен сэкономит время, а также расходы на транспорт и охрану. «Есть много аргументов в пользу того, чтобы новый председатель оставался здесь на ночь», продолжал Гюнтер Эйтингер. «Это прежде всего соображение безопасности». Но один из основополагающих принципов Евросоюза – это защита прав трудящихся. Профсоюзы уже обеспокоены тем примером, который подает фон дер Ляйен своим ненормированным рабочим днем. «Нельзя находиться в учреждении утром, днем и ночью. Отвечать все это время на звонки», – говорит профдеятель Эстер Линч. «Возможно, кто-то захочет, как Урсула, постоянно присутствовать на производстве. Она прекрасный образец для подражания, как многодетная мать, сделавшая много в политике Германии и Европы. Но не обязательно жить на работе, чтобы добиться успеха в своей карьере». Фон дер Ляйен собирается сделать Берлимон своим домом на пять дней в неделю. О других событиях дня. Внимание Брюсселя приковано к Лондону, где никак не могут определиться с Брекситом. А Страсбург переживает за пчел. В числе стран, наиболее пострадавших от выхода из Евросоюза Великобритании, будет Польша. По оценкам ее правительства из-за Брексита могут потерять работу до 35 тысяч поляков. ВВП сократится на 0,14%. Сильно пострадает сельское хозяйство. Почти 20% всего экспорта Польши предназначено Соединенному Королевству. Европарламент заступился за пчел, отвергнув попытки стран-членов и Еврокомиссии ослабить контроль за пестицидами. Депутаты указали в Страсбурге на долговременный ущерб, наносимый сельскохозяйственными химикатами насекомым. Они отметили, что предложение Брюсселя о новой системе проверки пестицидов не учитывает пчелиную уязвимость перед ними.